На что только не идут родители, чтобы устроить ребенка в первый класс самый лучший, на их взгляд, школы. Популярный, но незаконный способ приобрести временную прописку, которую щедро предлагаются в интернете собственниками квартир по соседству. Например, возле 179-й гимназии в этом году выявлено 4 таких резиновых квартиры. Такие же адреса обнаружили возле лицеев 182, 185, 186, 187 в новых микрорайонах Казани. В пресс-куранте прописка ребенка стоит всего 1000 рублей, взрослого от 3000 за три месяца. О квартирах, где прописаны по несколько учеников из разных семей, школы сообщают в МВД. Прием в первый класс зачастую сопровождается коррупционными рисками. И уже со следующей приемной кампанией с 1 апреля 2022 года для будущих первоклассников появится электронная очередь на госуслугах, аналогичная зачислению в детские сады. Вот это вот открытый публичный реестр очереди мы планируем публиковать в режиме онлайн. Для того, чтобы и у руководителей образовательных учреждений, их нечистых на руку, не было возможности самостоятельно влиять на очередь. Ну и чтобы родители, пользуясь этим общественным контролем, сами следили за этой ситуацией. Из системы мамы и папы смогут понять, почему они в очереди сдвигаются. Будет отражен статус других детей, к примеру, братья и сестры, учащихся по закону, зачисляются в приоритетном порядке. Родственные связи сотрудников школ, наоборот, могут быть нарушением. Самое частое – супруг или супруга директора в должности его зама или главного бухгалтера. В этом году было выявлено 43 таких случаев, таких примера. 19 ситуаций было урегулировано. Именно в том смысле, что 15 заместителей, директоров и главных бухгалтеров были уволены. Замещаемые должности в целом по республике. Трое их обязанностей были перераспределены. Еще одно направление – проверки колледжей и училищ. После обнаружения в Дрожжиновском и Апастовском колледжах так называемых «мертвых душ», студентов, которые на деле там не учились, президент республики поручил проверить все СУЗы. До каникул проверили 24. Работа продолжается, но выводы уже сделаны. Нами были пересмотрены контрольные цифры приема, переспределены там, где действительно есть потребность, уменьшены там, где мы выявили случаи непосещения. Пятерым объявлен выговор, двум замечания и три руководителя увольны. И возбуждено у нас одно уголовное дело по Дрожжиновскому колледжу. Противодействие коррупции – это не только борьба, но и профилактика. Например, антикоррупционная экспертиза, которую в этом году прошли больше 3000 нормативно-правовых актов разных органов госвласти. В 30 выявлены и устранены коррупциогенные факторы. Экспертиза проводится как самими ведомствами, так и совместно с обществом. Однако таких независимых экспертов на всю республику всего 25. Но самое неприятное именно в том, что за текущий год, несмотря на то, что с 2015 года у нас реализуется отдельный конкурс независимых экспертов, и там у нас есть призовый фонд даже в размере 250 тысяч рублей для наиболее активной, в текущем году у нас этот конкурс признан несостоявшимся. Вы спросите, почему? А я вам отвечу. Потому что у нас всего лишь на этот конкурс была подана одна заявка. В целом в последние три года отмечают сокращение обращений граждан, связанных с коррупцией. Так, в народный контроль за первое полугодие поступило лишь 34. В сфере образования в этом году практически вдвое меньше сообщений о сборе денег, чем в прошлом.